Хабаровский край наращивает ввод жилой застройки. Планка – миллион квадратных метров в год. Фактически, прошлый 23-й оправдал ее наполовину. Больше полумиллиона квадратов в регионе сдать удалось. В передовиках – краевой центр. Оторсель строительства развивается как никогда. Только в прошлом году в городе Хабаровске сдано около 400 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня в городе Хабаровске работает очень много строительных фирм из других регионов нашей Великой Родины. Строительный конвейер сегодня загружен в том числе проектами по мастер-планам Хабаровска и Комсомольска. Хабаровске – это такие объекты, как Дальневосточный художественный музей, наша объединенная набережная, протяженная. Кстати, наверное, самая будет протяженная в Российской Федерации. Это полная реконструкция таких пешеходных артерий, как Амурский и Уссурийский бульвар, ну и еще многие-многие другие объекты. Если говорить про Комсомольск на Амуре, то тоже набережная, это дом культуры, судостроитель. Чтобы довести показатели по жилфонду до 100% и возвести все запланированные объекты, нужно больше инженеров и строителей. Пока в крае их остро не хватает. У нас большой дефицит кадров в строительной сфере, как рабочих специальностей, так и инженерно-технического состава. Вакантные места в будущем могут занять хабаровские школьники, но к этому их нужно подготовить. Образовательное шефство над старшеклассниками решили взять ТОГУ и ДВГУПС. С сентября сотрудники этих вузов начнут вести уроки в новых строительных классах, которые откроются в Лицее Вектор и в 8-й гимназии. Будут учить выпускников инженерно-строительным наукам, знакомить с работодателями. А те поведут детей на стройплощадки с экскурсиями. Коллективные соглашения подписаны сегодня в Доме официальных приемов краевого правительства. Речь идет о том, чтобы понимать, как в целом устроена отрасль, технология работы, общая логика, как развивается сам проект, как живет проект, какой жизненный цикл, какая стадия. И познакомить ребятишек с этими вопросами раньше – это существенный плюс, потому что очень масштабные планы на уровне государства, связанные с развитием строительных объектов, количество строительных объектов, промышленное и гражданское строительство, уникальные здания и сооружения, мосты, тоннели, подземные сооружения. Самые способные ученики получат плюс 5 баллов при поступлении в вузы по строительному профилю. Вся подготовительная работа нами уже проделана с нашими партнерами. Это ДВГУКС. С нами будет сотрудничать кафедра строительства с нашим лицеем. Планы учебные мы уже с ними обсудили, разработали. И поэтому мы готовы уже к 1 сентября. Строительные профили появятся в школах Хабаровска по новому нацпроекту «Кадры». Пока пилотных учебных заведений два, в будущем планируется расширить этот список. Мария Шулешко, Эмиль Соломин. Смотри Хабаровск.